Квартира находится в этом подъезде, на пятом этаже, 19-я квартира. Здесь никаких инфраструктур нет, кроме как тюрьмы, сзади нас, которые находятся. Аварийный дом, в котором раньше жил Евгений, рухнул весной этого года. Судьба и мэрия привели его на канатный проезд 79Б. Квартиру администрация приобрела за три с лишним миллиона. И вроде планировка хорошая, и дом 12-го года постройки, и лес рядом. Но даже когда мужчина жил в аварийном жилье, все хотя бы было в шаговой доступности. А теперь только СИЗО, сетует Евгений. Своей машины у семьи нет, и продать теперь это жилье за хорошую цену вряд ли получится, говорит мужчина. Работа-то ладно, мы как-то на транспорте перебьемся. Опять же, сюда после 9-ти не доехать на транспорте, он не ходит. У меня дети маленькие, 4 и 11 лет. Здесь ни школ, ни садиков, ничего. А ближайший садик, школа? Пять остановок, вот мы проезжали там как раз, пять остановок, ближайшая школа в частном секторе. Садика вообще поблизости нет. Жителей этого дома вряд ли бы смутила близость СИЗО. Уж куда-нибудь бы переехать. Под окнами ходят наркоманы, хулиганы бросаются камнями. Это уже вторая строительная 46. Еще в 13-м году дом признали аварийным, всех расселили, кроме двух бабушек. Хоть на руках у них есть решение суда, согласно которому пенсионеркам обязаны предоставить жилое помещение. Однако на сегодняшний день на аукционы никто не заявился, поэтому квартиры закуплены не были. Простите, а вы как раз живете в этом доме, да? Да мы здесь, мне вот двое остались. Здравствуйте, как раз про них речь. Получается в разных квартирах как раз, да? Да. Я внизу живу, а она наверху одна осталась. И нас в приказном порядке будут выселять маневренный фонд. Машины подгонят, нас будут выселять маневренный фонд. Половина выселили людей, а половина квартир. Так если выселяете полный дом, значит на всех они должны предоставлять квартиры. Здесь они живут почти полвека. Последние соседи съехали, и теперь бабушки боятся встречать зиму. Дом запущен, без жильцов коммуникации умирают, вода может замерзнуть. В мэрии утверждают, что по мере приобретения жилых помещений, женщины переедут на новое место жительства. А пока бабушки не хотят переезжать в маневренный фонд. У нас хоть маленько, мы хотеночки своего делаем, хоть маленько как-то стараемся. А там что там у нас? Там все чужое и все. Ну страшно, конечно. Скоро 70-е, куда-то взять свои действительно вещи и куда-то ехать. Это не выход. Почему? Потому что маневренный фонд сам находится в таком же состоянии. Я пока не видел ни одного помещения маневренного фонда, которое бы содержалось в нормативном состоянии. Либо это малосемейки в пятиэтажных общежитиях, либо это вообще двухэтажные дома, которые сами по себе являются аварийными. За пять лет в городе снесли 63 аварийных дома. В этом году – девять. Это дома на 1-й западной 49А, Водников – 50, 9-й заводской проезд – 14, улица Глушкова – 20, Анатолия – 96, водопроводная – 74, Хлебозаводская – 12, Беляева – 18 и Беляева – 20. Сейчас идут работы на Восточной – 106 и Пушкина – 88. Для дальнейшего сноса аварийных домов на данный момент разрабатывается проектная документация на 40 аварийных домов. Зачастую люди уходят в суды, время затягивается при этом, то есть они продолжают оставаться в аварийном жилье, несмотря на то, что состояние ухудшается. И у нас отсутствует возможность его зайти и снести. Есть такие объекты. В мэрии признают, что в Барнауле еще много изношенных зданий. Однако сразу расселить всех и снести все не представляется возможным, а значит жителям аварийных домов надо запастись терпением еще на несколько лет. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.